69 объектов инфраструктуры и социальной сферы будут построены и реконструированы в 24 муниципалитетах Тверской области в будущем году. Проекты вошли в адресную инвестиционную программу на 2021-2023 годы. Ее реализация рассмотрена на заседании регионального правительства, которое 22 декабря провел губернатор Игорь Руденя. С 2016 года в Верхней Волжи постоянно увеличиваются объемы региональной адресной инвестиционной программы. В 2021-м это более 8 миллиардов 100 миллионов рублей. 38,8% средств направят на здравоохранение. В планах модернизация скорой медицинской помощи, а также сети ФАПов и врачей общей практики. В Твере через три года появится современная детская областная больница. Кроме того, в АИП включены четыре детские поликлиники, а также реновация двух ЦРБ в Балагом и в Беженске. Причем по Беженску уже сумма подтверждена правительством Российской Федерации. Планируется высокотехнологичное мультифункциональное лечебное учреждение, которое будет межмуниципальным объектом здравоохранения. И на него будут возложены дополнительные функции, кроме функции центральной районной больницы. В дорожном хозяйстве в 2021 году планируется завершить реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Продолжится создание туристического кластера «Волжское море». Большой объем средств направят на ЖКХ. Это 19,5% адресной инвестиционной программы. Планируется строительство и модернизация семи котельных, реконструкция систем водоснабжения в 17 населенных пунктах. В сфере образования в АИП включено возведение двух школ и четырех детских садов в Твери, Калининском районе и Вышнем Волочке. Таким образом, в муниципалитетах формируется социальное ядро, состоящее из целого перечня важных объектов. Из современной поликлиники, из современной школы, из современной культуры. И только тогда это будет, наверное, отражать уровень жизни каждого муниципалитета. Сам факт из года в год увеличивающегося объема финансирования адресной инвестиционной программы говорит о том, что она себя полностью оправдала, отметил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя. Ведь АИП означает целый ряд плюсов. Более высокая публичность, это целевое финансирование, но самое главное, это конкретные сроки и возможность получить конкретные результаты для жителей нашего региона. На сроках Игорь Руденя сделал особенный акцент, обращаясь к руководителям областных министерств и главам муниципалитетов. Все должно выполняться вовремя, начиная с самого момента разработки всей необходимой документации, отметил губернатор Тверской области. Продолжение следует... Продолжение следует...